Продолжение следует... Ясно. Как тебе сам город? Понравился? Как ты разместился? Тебе удобно? Все комфортно? Да, ты знаешь, тут хороший, достаточно транспорт, я бы сказал, как в Европе, в принципе, и даже там без машины очень удобно передвигаться. И, в принципе, до того, когда я приезжал на финалы там поработать, то так не удавалось погулять по городу, посмотреть, а сейчас как бы минус немножко с другой стороны. Ну, в целом, мне нравится. Ну, ты последний сезон пропустил, по сути дела, в связи с печальным стечением обстоятельств, так сказать. Чем ты занимался все это время, то есть пока не играл в танки? Ну, какой-то примерно месяц я отдыхал, там потихоньку собирался там новый состав, решали, где будем играть, то есть были там разные варианты, предложения. Вот, в итоге решили все-таки заставить свой новый состав, и сейчас играем в Силвере на Европе. Должны, как бы, то есть, или напрямую, или через стыковые матчи, как бы, бороться за выход в Голден. Я думаю, что все нам по силам. А как тебе твои новые тимметы? Ну, ты можешь их сравнить со своими предыдущими тимметами, там, именно по скиллу, по командным взаимоотношениям, то есть, ну, по всем параметрам, которые ты можешь. Ну, наверное, первое, это атмосфера в команде, то есть, она, ну, радикально улучшилась, как бы, она стала более спокойной, не такой нервной какой-то там, то есть, ребят не кидаются без лишнего там друг на друга, или там какие-то конфликты со мной как бы не происходят. Второе, состав достаточно молодой, то есть, там, средний возраст, ну, не знаю, в районе 19-ти, наверное, 20-ти лет получился, то есть, раньше было постарше состав. И очень, как бы, такое большое желание играть, как бы, тренироваться, чего-то добиваться, то есть, вот, именно желание быть лучшими, то есть, это очень важно для нового состава, я считаю. В целом, по скиллу, конечно, как бы, там, часть игроков не имеет какого-то гроба большого турнирного опыта, и поэтому они, ну, не готовы, там, например, играть на равных с топ-командами, но для этого надо просто играть, много выступать в разных турнирах. Судя по тому, что на Европе сейчас мы уже в топ-3 силвера, то есть, у нас получается. Ну, спросите, вот, когда все страсти улеглись, после того, что, там, твои бывшие тиммейты оставили такой, так сказать, мало, ну, мягко говоря, гневный пост ВКонтакте, вот, ну, после того, как все страсти улеглись, что ты можешь сказать по этому поводу, там, уже заранее обдумав, может, что-то обсуждался со своими тиммейтами старыми, там, как-то пересекался с ним, пытался решить проблему. Ну, у нас, у нас, как бы, оставлял блог на сайте, понятное дело, там, ты многое сказал уже, вот, ну, что еще ты еще можешь добавить, можешь, там, конкретно уже, то есть, ну, глядя так, сказать камере года но по итогам понимаешь с одной стороны мне как бы кажется и мы мне стало как бы в чем-то может быть лучше то есть там по-своему как бы для каждого с другой стороны как именно считаю команду как бы ну понятно что по отдельности мы намного слабее как бы играем то есть какая у меня потому что новый состав такая нет то что у ним там пришлось как бы командовать кому-то из игроков и никаких капитанов к ним не приходило как бы опытных как бы которые играют уже какое-то время в принципе они занимают второе место на европе значит у них там все не так уж плохо посмотрим на финал в конце месяца в августе что там будет удачи как бы там те действия которые не произвели останутся чисто на их совести как бы каждый может это понимать по-своему кто-то знает там лучше ситуацию глубже там кто ближе там общается с ними со мной как бы то есть кто-то там с другой стороны кто-то верит в одно кто-то в другое у каждого будет своя правда все равно вот есть как бы там какие-то не моменты пока что там потому что были вопросы которые надо было решать как бы там даже при том чтобы разошлись и как бы там их менеджер старается это все делать адекватно но все равно есть проблемы как бы с ними я стал по поводу нынешних команд на здесь на gold series вот шнур конкретно по каждой команде что ты можешь сказать но уже т.т. на шорун уже покинули турнир в том числе сейчас вот в данную минуту то есть майнд скорее всего покинет турнир вот нави unity как фавориты многие очень отдают предпочтение нави ты как считаешь что если у юнити действительно шансы побороться с непобедимыми по сути как непобедима по сути команды с постоянными чемпионами которых не обыгрывал ну ни на одном плане никто нигде то есть ну я никому команду не считаю абсолютно непобедимой да команда может много раз повыигрывать но рано или поздно кто-то играет и там для нави такие вот например проигрыши там на тех же как помним и два раза не за узоров выигрывали то есть они хорошо отрезвляют дисциплинируют они как бы собирают себя в кучу и выигрывают но в целом бороться не можно как бы вопрос там наличие просто в команде игроков у юнити как бы то есть все в порядке в этом плане вот у майндов тоже и с нами можно поспорить то есть это показали в сезоне как бы тем что они не заняли первое место в регулярке и второе как бы то что с некоторыми команды играли не очень уверенно то есть я бы сказал что требуется просто от их противника уверенность в себе то есть подготовка к матчу то есть там разбор игры противника и все мы вполне в силах юнити или майнд узнаем скоро кто с кем они будут играть ясно ну сейчас уже формат 742 отходит на второй план так сказать медленно но верно вот ты как считаешь этот формат полностью изжил себя все каты уже изучены все тактики уже давно отработаны отыграны больше придумать нечего либо ну по-твоему вот есть какие то еще варианты что-то выжить из этого формата даже не по поводу зрелищности по поводу стратегии и наработок ну честно как бы там плане тактических ходов там да то есть 742 закончится ты точки зрения там вот именно в нестандартности в те времена когда еще то есть появилась там не рфорты как бы да вышел патч сменился игровой баланс то есть тогда были очень разнообразные сетапы как ты помнишь там со светляками и так далее то есть это больше вариативность была сейчас же как бы там пришелся но к пяти танкам до команды пытаются экспериментировать с этапами там что зашли зайдет не зайдет там типа сыграть какую-то контр тактику но из того что вижу в основном это сводится просто там или каким-то действительно новым дефом или каким-то подсадком использованием грубо говоря там ну может быть сказать багов или там каких-то там невиданных на первый взгляд возможности где-то заехать на карте в какую-то позицию но нету каких-то радикальных вещей которые там позволяют одной команде получить преимущество там да какой-то там новые супер тактики или что-то еще есть такой застой определенный да то есть это видно по играм от как вчера на без юнити просто 5 раундов без результата то есть ты согласен с тем что его нужно менять не только из-за зрелищности а конкретно что игрокам больше придумать ну по сути нечего что мы будем видеть одну и ту же игру уже очень долго ну она так и есть да как бы то есть игра идет там на ошибку то есть там попали один два выстрела то есть и все мне как бы это изначально когда пришлось играть в танков мне стало очень скучно придумывать тактические решения честно как бы я кто там был готов более к широкому спектру то есть какие-то там засады то где-то подсветка какой-то развод на что-то то есть сейчас это там ну сведено к минимуму на самом деле да команда это делает но это не так ярко видно обычному зрителю то есть вообще он может не обратить внимание что там команда сделала что-то сильно хитрая и в этом проблема с новым форматом как бы который как я понял мы увидим через один сезон ну я думаю что с одной стороны десятки да там разнообразные техники большой то есть появление арты в сетапах возвращение и ну с другой стороны тоже я вот смотрел тестовый турнир понимаешь от 7 42 есть как бы когда уже происходит к это замес динамичность такая то есть раз там 5 секунд минус там да может быть если он попадает под фокус там трех барабанных танков а вот с десятками все не так там вот подъехали приехали и начали друг друга как-то перестреливать там тоже вот там динамика тоже с ней проблемы пока то есть я бы честно ну может быть видоизменил бы 7 42 в более какой-то агрессивно скоростной с атакой защиты да какими-то вариантами то есть но понятно что из-за внутреннего баланса артиллерия там никак не появится например вот и она там не поможет этому формату даже если по я появилась бы и в этом плане может быть десятки выход как это будет все то есть зависит от того насколько смогут привести регламент как бы который создает правило того как используется техника как кем как будет выглядеть формат к тому что хотели бы игроки ну и чтобы это смотрелось раздлителя потому что я же говорю с десятками тоже неоднозначно да появляется понятие броня рикошеты туда сюда но с другой стороны там есть выстрелы на полторы тысячи от пт или там от артиллерии там фактически ваншоты то есть тоже будут какие-то варианты которые со временем по мере только команды будут набираться опыта в этом формате как бы там ну понятно что это не абсолют как бы там 14 140 то есть или не 15 танков вот это меньшее количество то есть надо будет просто знать какие позиции какие танки лучше используются то есть команды там топов это быстро определят и через месяц два мы увидим уже тоже замедление игры как бы какое-то и тому подобное вот ну многие так сказать казуальные игроки очень сильно жалуются на рту что я надо нерфить что надо убрать из игры вот ты как сам считаешь по поводу арты и в том числе и 742 сделала бы это разнообразнее или она просто там не нужна и это было абсолютно правильное решение то есть балансировщиков чтобы сделать такую тут приятных решений с одной стороны если взять рандом обычный да то есть на десятках как бы топовый я там больше не люблю пт чем арту от арты можно спрятаться нам она может не попасть у нее там долгое кд после перезарядки там арты в последнее время в балансировщик не кидает очень много там максимум там во время каких-то акций может доходить до пяти штук это не топовая арта и не десятый как быть вот пт это большая проблема когда у противника там 5 10 пт которых ты им еще пол команды в лоб не пробьет то есть выехать под сразу под урон под выстрел вот это там сильно как-то стрёмно так целом ну да нерф арты он был глобальный потому что я как бы начинал играть когда еще арта там вообще нагибала даже пятого уровня она пробивала десятые танки на большой урон достаточно то есть там вплоть до пол хп и ну я не скажу чтобы это было просто там прям так плохо да как бы хорошие артоводы гнули там рандом полностью но с другой стороны там стоящий танк мертвый танк то есть должна быть какая-то динамика а так как бы заставляла как бы танки или сесть по укрытиям были очень быстро двигаться сейчас вот на еврокластере у virtus pro ну по сути после этого ухода от твоей команды ну ты именно тебя конкретно по сути ну не осталось конкурентов они очень легко прошли онлайн сезон вечно у них были в сезон проблемы именно с вами вот твоя команда silver league как ты думаешь за сколько вы успеете набрать форму чтобы снова оказать оказать конкуренцию то есть оставить конкуренцию virtus pro но если на европе действительно будет всего один сезон а не два скорее всего к этому идет то за этот сезон мы может быть и не сможем оказать никакой конкуренции кроме там попадания в топ-3 да как бы объективно потому что еще вернуться к гвп вот и там фактически будет 4 русскоязычные команды и скорее всего между ними вот будет борьба за топ-4 вопроса там просто в каких позициях не думаю что гвп создал сильные проблемы в виртуз про как бы как и мы вот у нас зависит от игроков я думаю что игроки там которые наберутся опыта там смогут выдерживать этот уровень боев как бы уже в голден лиге то есть останутся может быть мы кого-то со временем доберем но у меня как бы точно такая же позиция раньше если я буду менять одного-двух игроков за сезон не более того и как бы объективно то есть раньше чем не знаю концу года мы не сможем ничего противопоставить топовым командам наверно ну за снгшные игроки непосредственно уже долгое время европейцы не могут им составить никакой конкуренции абсолютно ровным счетом хотя им предоставляют все условия в том числе на еврокластере то есть дают запись может ну дают полный доступ к реплеям и всего остального чего русским игрокам в принципе ну и русских игроков сейчас есть такой доступ да есть там ссылка на вот реплейс куда заливаются реплей голден лиги не суть в общем что им не хватает конкретно почему они не могут достичь этого уровня ты можешь вот дать какой-то конкретный ну то есть русскоязычные комьюнити большой то есть все говорят на русском там даже не там человек из казахстана да там или там из туркменистана из прибалтики то есть они горят на русском в европе же то есть там все равно там они да все в многие очень знают английский как бы но есть там немцы есть сербы да есть поляки и они вастрали все равно придерживаться своих национальных команд а вот национальных как бы игроков топовых на это все равно что его составе собрать Топовый состав украинский Его можно собрать только один Второй топового состава ты уже не соберешь И там у них точно такая же проблема Если там пару польских команд И еще часть поляков играет в других командах То топового состава не собирают Сейчас вот у них в этом сезоне Там уже есть какие-то подвижки Переход поляков в казну сербскую Переход кого-то из немцев в ЦПА Ингличане какие-то появляются уже То есть началось Ребята, вам надо просто делать микс состава Наиболее сильных игроков с хорошим капитаном И вы сможете конкурировать Возможно, что они все-таки пойдут на то Чтобы состав общался просто на английском в игре Смогут преодолеть языковой свой барьер Для них-то не должно быть стоять больше проблем И смогут создать один-два топовых состава Я считаю, то есть они вроде как к этому идут Достаточно тебя в принципе допросили Что им пускаешь своим фанатам, болельщикам, читателям Virtus.pro? Ну я надеюсь, что у нас успешно завершат переговоры В ближайшее время с новыми партнерами команды И мы будем делать анонс по этому поводу Я надеюсь, что команда все-таки адекватно доиграет От последних четыре матча в Силвере Мы получим путевку в Голден Либо там, в крайнем случае, будем играть стыковые Мы вернемся в Голден Лигу То есть это основная наша цель И вот увидимся в Голден Лиге Болейте за нас там Нам будет самое интересное Это был Атема Родзенко из команды Синерджи Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова